Добрый день, с вами Диана Канн. И мы вот ведем нашу запись такого интересного нового арт-объекта, который находится рядом с Музеем изобразительных искусств. И открываем сегодня новую рубрику, которая называется «Вопрос на засыпку», в ходе которой я предлагаю вам определить ответы только «Да» или «Нет», «Ложь» или «Правда». Вот, либо да, либо нет. Это отличный шанс проверить свои знания, отчасти кругозор, интуицию, которую никто не отменял, и пополнить свой багаж знаний. Итак, мы начинаем. Сегодня два вопроса. Вопрос номер один такой. Несомненно, что для нас это и будет. Ну, стили, они стили, но стилистики однозначно, композиции и прочего, прочего, прочего. Вот. Это человек, который олицетворяет русскую классику. И вопрос такой. Существует ли икона в том самом каноничном понимании иконы, слово «икона», на которую был бы запечатлен Александр Сергеевич Пушкин? Повторяю, что ответ либо «Да», либо «Нет». Существует такая икона или нет? Вот. И ответы мы дадим попозже, через несколько дней, но предлагаю пока вот вам самим ответить на этот вопрос. И на вопрос номер два. Ну, мы знаем, что Антон Павлович Чехов, наш классик, был очень таким шутливым человеком, любящим пошутить, но в то же время очень грустным человеком. Это видно, наверное, на его портретах. Вот. Вопрос такой. Однажды Чехов подсунул полиции завернутый в бумагу арбуз. И назвал этот пакет бомбой. Естественно, в полицейском участке была большая паника. Вопрос заключается в том, было ли это в реальности. Или это выдумки современников Чехова, которые знали, что он любил пошутить. И сегодня у меня вопросы на засыпку закончились. С вами была Диана Кан. Жду ответов в комментах. Либо просто для себя отвечайте. И новые прикольные, скажем так, прикольные вопросы мы на засыпку озвучим в следующих номерах. Это уже будут другие люди. И призываю всех быть здоровыми. Тем, кто еще не болел, тем больше гулять на свежем воздухе все-таки, пока еще нет снега. А тем, кто переболел, тоже гулять надо. Дышать воздухом и восстанавливать силы. Спасибо. С вами была Диана Кан.